Хопрайдер! Немецкое пиво с макаками из магазина Красное Белое. Многие просили на него обзор, потому что, ну, действительно, пиво привлекает к себе внимание не только своим внешним видом, но и ценой, еще и импортное немецкое. Сам Бог велел. Несмотря на то, что это пиво для нас относительно новое, пивоварня довольно старая. Называется она Eichbaum. И в этой линейке они решили поиграться в такую крафтовую историю и поэкспериментировать с хмелями. Поэтому они, собственно, и назвали ее Хмельной Наездник. На коне! Нет, скажи за Россию! За Россию! По заверению самого производителя, им понадобилось более 200 варок, чтобы вывести 3 крафтовых сорта. Здесь у меня, правда, 2. Есть еще третий под названием Red Beast. Но это довольно плотное, красное, беспонтовое, если честно, пиво. Поэтому его сейчас практически не найдешь в магазинах. А вот эти два, в принципе, неплохо продается, поэтому их и будем оценивать. Также с этой пивоварней связан один очень пикантный моментик. Но о нем я расскажу в конце выпуска. А сейчас переходим к дегустации и переходим к охмеленной пшеничке. Характеристики, как обычно, наверху. Открываем и пробуем. Довольно пенистым оказалось это пиво, а пахнет... В основном хмелем это, знаете, такая травянисто-цитрусовая история, практически стандартная для крафта. Если бы я пробовал его вслепую, я бы сказал, что это, ну, какая-нибудь Иппы, либо Аппа. Ну, прям очень похоже. Пробуем. И да, в стиле Иппы пиво нас встречает такой хмелевой горчинкой, которая, знаете, довольно умеренная, ненавязчивая. Чуть-чуть цитруса, чуть-чуть елочки. Однако довольно быстро она нас отпускает и переходит в такое мягкое, сладковатое послевкусие. И именно в послевкусии мы начинаем ощущать, что да, действительно пшеничное пиво, чувствуем вот эту вот сладость пшеничного солда. Однако, немножечко в конце вылезает с пертяжности. Ну, это, в принципе, совсем ничего страшного, ну, практически не бросается так явно. Однако, знаете, мне здесь не хватило текстуры какой-то, многослойности в этом напитке. И в этом смысле, бланш-де-мазай от Волкской пивоварни, которую я обозревал ранее, будет, на мой взгляд, поинтереснее, чем вот этот Хопрайдер. Ну, слишком простое оно какое-то. И вроде бы неплохо, с одной стороны, но с другой, ну, вообще практически не цепляет. Завтра я уже забуду, какое оно на вкус. И второй раз я точно за ним не побегу в магазин. Ты однозначно в одно. Переходим к сессионной Ипи. Здесь также насыщенная шапка пенки и довольно бледненькое пиво. И аромат здесь, он несколько тоньше, знаете, такой чуть-чуть более послаще. Однако он все такой же хмелевой и чуть больше здесь пахнет елочкой. А так, в принципе, плюс-минус то же самое. Пробуем. А вот это уже, знаете, такой столовый вариант Айбей. Собственно, поэтому он и называется сессионная Иппа, которая также встречает нас с хмелевой горчинкой, которая уже более заметна, чем в предыдущем экземпляре. Все-таки разница в горечи чувствуется. Там было 25 Айбю, здесь 35. Также это пиво более легкотелое. Оно довольно легко, мягко пьется. Можно побольше выпить этого экземпляра, чем предыдущего. Однако, вот что мне тоже не хватило, опять же, вот этой текстуры. То есть, оно встречает нас с хмелевой горчинкой, вот немножечко елочки, немножечко там каких-то трав, там, возможно, цветочков. Однако потом, перед послевкусием, как будто, вот знаете, все обрубает. И вот, не знаешь, что делать с этим послевкусием, которое практически никакое. Ну, чуть-чуть хмельочек остался, чуть-чуть солодочек. И вот на этом все. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Но при этом, на мой взгляд, его ругать тоже не стоит. Потому что надо помнить, это пиво за 50 рублей, именно столько оно стоит. И это неплохое, действительно, пиво, но и не сказать, что хорошее. Довольно плоский проходной вариант. Однако, для начинающих пойдет, для тех, кто не знаком со стилем IPA, и вообще, в целом, с крафтовой тематикой, можно, в принципе, с него начинать. Потому что за 50 рублей не так будет больно разочаровываться. Или же, наоборот, этот стиль вас может настолько затянуть, что вам захочется пробовать новые и более интересные сорта. А там уж, поверьте, есть где разгуляться. Ну, а это, еще раз повторюсь, проходной вариант. Второй раз я его тоже не куплю. Но, в принципе, за 50 рублей пойдет. Раз пена у нас есть, значит, пиво нихуевое. Ну, и в конце я вам обещал один очень интересный факт об этой пивоварне. Все дело в том, что она располагается рядом с большим кладбищем. А, как известно, воду для своего пива она берет прямо-таки из-под себя. Криповатенько получается, как раз к Хэллоуину. И, конечно же, там стоят системы фильтрации и все тому подобное. Но, все же... Момент есть. В общем, с вами был Алан. Как обычно, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Наверняка вы пробовали это пиво. Ну, и не забывайте подписываться, если вдруг каким-то чудом не подписаны. Ютуб, Инстаграм, ТикТок, все вот это вот. И в завершении, как обычно, пейте только хорошее пиво. До новых встреч. Пока.